В сентябре завершится реставрация в фабрике кухни, а уже в середине 2022 года в Самарской Третьяковке пройдут первые выставки. Таким образом город автоматически станет главным музейным центром по Волжье. Об этом рассказала на пресс-конференции ТАСС гендиректор музея Зельфира Трегулова. И когда ты приезжаешь в Самару, теперь я это делаю часто и с огромным, честно, с огромным удовольствием. И каждый раз видишь, как оно действительно, как Феникс, возрождается. Особенная задача приспособления здания эпохи конструктивизма, концепции современного музея. Это очень сложная задача, и здесь мы опираемся в том числе и на креативность самарских архитекторов, с которыми мы очень тесно работаем. А Самары не подкачает. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что открытие первого в стране филиала Третьяковской галереи – это приоритетный для областного правительства проект. Есть еще и личный фактор. Как для коренного самарца губернатору ценно, что в городе появится филиал знаменитой Третьяковки. В России этот эксперимент такого масштаба, пожалуй, произойдет впервые. Безусловно, это грандиозное событие для всего региона, которое задает новую планку не только Самаре, но и, пожалуй, всем российским регионам по тому, какими могут быть музеи в городах. Причем это не первый совместный проект. За два с половиной года сотрудничества с Третьяковской галереей реализованы такие проекты, как скульптурная экспозиция Анны Голубкиной в музее Модерна и выставка «Передовой отряд» в местном художественном музее. Не подвело и расположение. Фабрика-кухня находится в городском пространстве, где раньше были разбиты парки. Сейчас это все восстанавливается силами администрации Самары. Здесь будет развернут современный парк с элементами промышленной архитектуры и восстановлен сквер памяти борцов революции. Но это еще не все. 19 значимых городских пространств могут благоустроить по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Ольга Хомракулова, События.